Приветствую вас. Я бы сказал, что проблемачка здесь заключается именно в характере ваших отношений, а именно в их объеме, в их, если можно так выразиться, в глубине. Что это значит? Это значит, например, что за подобные, например, ухаживаниями, когда они есть и когда их много, с одной стороны это хорошо, с одной стороны это внимание и вроде бы это всем нравится. Но, с другой стороны, есть здесь некоторые нюансы, а именно в том, что нет личностного общения, то есть люди не касаются друг друга именно личностными аспектами своими. Вот. И это очень важно. Это очень важный момент. Вот, как бы, такая вот история здесь. Поэтому, я думаю, что ключевой момент здесь именно в том, что вы в этом не взаимодействовали друг с другом, как личность. Да, вот, как ухажер мужчина хороший, как партнер для того, чтобы развлечься. Он прекрасный, великолепный. Ну, вот. Но, как личность, ну, непонятно. Вы не привыкли взаимодействовать, не привыкли чем-то заниматься друг с другом, да, каким-то делом, условно говоря. Вот. И, на мой взгляд, основная сложность именно в этом заключается. Тут не столь важно, какие конкретно элементы стимулирующие или, наоборот, тормозящие присутствуют в ваших отношениях. Вот. Такие элементы, они могут быть в любых отношениях. И эти элементы могут быть другими. Мы сейчас не говорим о самых элементах. Если есть между людьми контакт, если есть между людьми связь, если людей что-то объединяет, они будут вместе. Ну, не факт, что они будут обязательно парой. Не факт, что они будут обязательно, там, друзьями. Но контакт сохранится. Это сто процентов. Вопрос только в том, ну, вопрос в объеме. Вопрос в объеме. То есть, какой объем будет у этого контакта. Вот это основной, ну, ключевой, наверное, вопрос здесь. Вот. Понимаете? Ну, это как-то так. Как-то так. И тоже то, что вы где-то вот внутри себя требуете от себя вернуть, да? Вернуть или восстановить, грубо говоря, вот, такую, ну, такой уровень взаимодействия, какой у вас был. И то, что вы боитесь человека потерять, говорит о том, что в отношениях вы пытаетесь что-то для себя найти и что-то для себя получить. Вот. И делаете вы это безальтернативно. Вот. То есть, для нас нет другой альтернативы, кроме как, вот, например, отношения с человеком. Причем такие вот отношения быстрые, отношения стремительные. Вот. Вот. Человека же в таких отношениях узнать сложно. Вот. Желание имеет свойство. Любые желания. Имеют свойство приступляться. Они имеют свойство, скажем так, удовлетворяться. Вот. Вот. А что дальше? Вот. Понимаете? Что дальше? А дальше, как раз таки, вот, ничего. Дальше вы оказываетесь в такой вот своего рода, ну, не знаю, клетке-не клетке. Да? То, что-то, мне кажется, вы, может, ну, могли бы вам сами ответить на вопрос. Вот. А клетка ли для вас то, что сейчас происходит? Вот. Потому что, ну, я, например, мне, например, относиться к этому, как, вот, к клетке у меня. По крайней мере, относиться к этому, как к клетке не будет сейчас. Вот. Потому что мне кажется, что такой вот это некоторый, ну, виток ваших отношений. Ну, вот, он может, к чему-то, к чему-то он может привести, да, может, ну, не привести, ни к чему. Вот. Мне кажется, что это, ну, абсолютно нормальная история. Вот. Но вы боитесь его потерять. И вот это важно. Важно это увидеть. Почему вы боитесь человека потерять? Вот. Что такого страшного произойдет с вами, если вы его потеряете? Вот. Это вот, мне кажется, очень важный аспект. На который, я надеюсь, вы обратите свое внимание. Вот. Какой-то вот, наверное, такой ответ можно было бы вам дать сейчас, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения моих, ну, взглядов, да, вот, как это я вижу, как это мне видится, вот, и, с точки зрения моих, с точки зрения психологии. Вот. Мы не обсуждали некоторые элементы вашей ситуации, вот, по причине того, что вы на них, вроде бы, сами внимание не заотраиваете, ну, поэтому, зачем я их, зачем мне на них были застрять, не надо. Вот. А, ну, как бы, об этом, на мой взгляд, важно поговорить, тем не менее. Вот. Вот. Например, о том, что вас связывает человек. Вот. Ну, например, об этом. Вот. На мой взгляд, это прям вот тема, тема, которая, которая, к сожалению, может серьезно угрожать вашему здоровью, как психическому, так и физическому. Вот. А поскольку я об этом очень не хотел, то надеюсь, что вы относитесь с пониманием к тому, что важно на данный момент обратить внимание. Вот. И посмотреть, почему и как вы пришли вот к такому решению. Вот. Вот. Не осуждаю вас в никаком случае. Вот. Никто осуждать вас не собирается. Вот. Вот. А осуждать нет, но вот разобраться в этой ситуации было бы, на мой взгляд, весьма хорошо. Надеюсь, что мою точку зрения в данном случае вы поддержите. Вот. Немало важным моментом и аспектом, как мне кажется, является, является то, насколько интересно вообще вам, и интересно ли она вам. Вот. То есть, ну вот вам сейчас сама по себе жизнь ваша. Но сколько она вас интересует, там, не знаю, по... Ну, по 10-банной шкале, например. Вот. То есть, было бы здорово об этом тоже поговорить. Вот. Если, конечно, вы хотите этого. Если, конечно, вам это интересно, то, потому что, опять же, я не знаю, что вы хотите обсуждать, да, что вы готовы обсуждать, готовы ли вы заниматься психотерапией, например, или нет. Вот. Ну, это вот такой, я бы сказал, довольно важный момент. Не хотелось бы ваши личные границы нарушать тоже. Так что, я думаю, идеально было бы, если бы вы решили для себя это. Вот. Вот. Если бы вы, вот, как-то, вот, выделили бы это для себя, на вот, чего вы хотите. И уже над этим работали бы все специалисты. Ну, в смысле, все психологи. Вот. Так, мне кажется, было бы лучше. Вот. Было бы лучше вам, было бы лучше нам, потому что, ну, было бы как-то просто было понятно, в каком направлении двигаться. Вот. Вот. И какую проблему вам мы помогаем решить. Вот. Мне кажется, это важно. Вот. Как-то так. Давайте на этом, наверное, закончим. Пока что. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Надеюсь, что вам это было любопытно. Как минимум любопытно. Надеюсь, это было. Вот. Я хотел бы пожелать всего вам самого доброго. Хочел бы пожелать вам удачи. Я надеюсь, что я надеюсь на обратную связь на мой ответ, что позволит вам начать работу. над собой. Вот. Позволит вам начать продвигаться. Вот. Желаю вам всего самого доброго. Желаю вам. Желаю вам удачи. И желаю вам решения ваших сложностей, которые у вас имеются. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Доброго. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.